душевая шапочку надо здравствуйте по технологическому процессу желательно вот коврик стоит на него кто-то наступил уже это плохо или наоборот чистить это небольшая наша лаборатория она она не сертифицирована поэтому мы пользуемся косвенными методами анализа то есть нам это в принципе достаточно для того чтобы принимать решение и варить по качестве молока по качестве молока в первую очередь то есть когда приходит молоко первое что мы делаем мы проверяем антибиотик содержание тебя мы его проверяем по четырем групп если какой-то из тест полоска она термостатируется при 40 градусов в течение пяти минут и мы видим то есть если все полоски появились то есть там принцип какой на этих полосках нанесены микроорганизмы которые при поступлении молока и термостатирование начиняться уже здесь не проявляет подсветок если антибиотик есть то они не проявляют и все мы знали что там есть такой такая-то группа первое то есть молоко пришло проверили все отлично работы нет возвращаем но еще такого ни разу не было на самом деле поставщик сам знает прекрасно что есть проблема но человеческий фактор к сожалению везде есть особенно здесь недалеко от казани мы мы с этим столкнулись мы не не можем найти рабочих обычных рабочих которые работают руками которые мы готовы платить еще 200 рублей на руки в день никто не хочет потому что казань близко потому что все думают раз казань близко значит я должен много зарабатывать лучше я поеду в казань а лучше я вообще ничего не буду делать чем получать 1200 рублей и вот они сидят в деревнях и ничего не делают либо едут тратят нам на еду и на дорогу в конечном итоге получать дальше считать не все умеют второй анализ который мы проводим это физико-химические показатели это основной для нас это жир белок лактоза молочный сахар сухой молочный обезжиренный остаток здесь еще есть соли количество добавленной воды но это мы уже не смотрим потому что и плотность молока не бодяжит ли да не добавляет ли сухого нет сухое сухим разбавляет воду ну да на сегодняшний день не секрет пошел массовый спрос на сыр сырный продукт особенно в москве московской области его сегодняшняя рыночная биржевая цена 470 рублей за килограмм его делают из 50 процентов молока 50 процентов восстанавливают молоко а все это обезжиренное молоко плюс добавляют растительный жир но растительный жир научились определять поэтому разбавлять животный жир это технический жир который остается после мясоперерабатывающей промышленности и вот этот продукт становится он похож на сыр по вкусу его тяжело определить но это совсем не крафт зато цена определили показатели для чего они нам нужны то есть в принципе можно и вот это не определять а варить и варить и варить но если мы будем производить один и тот же сорт сыра он будет всегда разным потому что соотношение жира и белка в сыре зависит именно сколько содержит от этого соотношения то есть это влага но поэтому мы определяем и если жира больше а сейчас вот зима наступила молоко стало более жирные мы его убираем жир белок невозможно возможно это дороже очень дороже поэтому мы убираем жир и для нас это побочный продукт который если бы не было нам было бы легче легче работать но не экономически не менее эффективно вот следующий анализ который здесь проводится это кислоты с молока мы пользуемся активной кислотностью она измеряется в паш вообще советском сыроварении в российском сыроварении используют градусу термора ты требую это это не то же самое что не свежесть молока что она закисла это другое но нет кислотность чтобы кислотность когда молоко выходит из коровы папашу там порядка 6 8 но сладкой скорее 8 и 6 и 2 не почувствуем не почувствовать когда молоко пришло 6 и 2 я уже сыр твердый сыр не свою кислотность косвенно косвенно показывает что молоко вышло из времени у нее есть бактерицидная фаза матушка позаботилась что в течение двух часов в этом молоке вообще ничего нет там если даже что-то заселилось оно там не размножается и растет а вот после этих двух часов час два часа зависимости от времени года начинается бурный рост когда биология они потребляют лактозу и выделяют кислоту и вот кислота как раз и показывает образно говоря свежесть ну да сколько оно было что еще потом весы точные весы плюс влагомер то есть мы этим прибором меряем остаточную влагу уже непосредственно в сыре опять таки для того чтобы понимать если очень много влаги в твердом сыре то этот сыр будет мягким может быть стать кислым срок хранения будет меняться и так далее поэтому мы это все контролируем помимо этого здесь две два холодильника в первом холодильнике мы храним фермент температура не выше 5 градусов в том холодильнике хранятся все бактерии все закваски еще называют в нем температура минус 44 градуса мы пользуемся заквасками двух типов они есть сухо замороженные то есть их сначала назову и размножили 10 9 обычно это минимальное количество и 10 в 11 степени в одной играми после того как размножили их резко замораживают и сушит ну то есть сушит холодно или порой тип который мы используем это их размножили и они в жидком состоянии их резко заморозили но оставили влагу замороженная жидкость так скажем она считается более активной более лучше и по вкусу она отличается поэтому используем два и поэтому нам пришлось купить этот холодильник хранение человеческих процесс производства позиса пользусь вот это кстати единственный кто делает вот коллеги сыровары сейчас тоже переходит многие на рабочие заказки заморожены они спрашивают где мы берем и покупать позиции фермент фермент сыровары на самом деле ничего сами не придумывают в основном точнее базовый процесс был придуман природой то есть когда теленок до 15 дневного возраста начинает употреблять молоко матери молоко попадает сначала желудок желудки из четвертого отдела выделяется сычужный фермент который мы используем и с помощью этого молоко превращается в гель то есть и жидкого состояния он перешло в твердое относительно твердое гелеобразное теленок начинает двигаться в этот момент начинается процесс под названием синие ритис то есть когда от твердого отделяется жидкость за расслабиться срывает к пошла белок и казино ставить желудки а сыворотка пошла в кишечник сразу в сыворотке содержится сывороточный был кто спортом занимается все постоянно пьет он усваивается очень быстро и теленок начинает уже наедаться и все он отошел от матери пошел гулять он уже почти наелся не мучить не считают что сытый да не мучит и в этот момент уже подходит из желудка то есть как раз к зиме начинает расщепляться с желудочными соками и он уже поступает кишечник вот вопрос такой пищеварение теленка пищеварение человека ребенку полезно а вот уже взрослым не очень не совсем так почему мы взрослые большинство взрослых не могут употреблять сырое молоко вообще потому что тот фермент который расщепляет лактозу у нас в организме он за ненадобностью перестает вырабатываться организм но он не нужен для но это опять-таки особенность расовая особенность наши то есть если взять допустим голландца который может тебе позволить покушать селедку поесть сырой говядины именно сырой нарезанной говядины и запить это все молоком и будет все хорошо мы не потребляем просто с вами постоянно это я понял я галантец а у детей совсем иначе получается чем у взрослых они сродни телятам то есть у них тот самый нормальный процесс из детства очка заложено потому что они основная еда лучше говорят же молоко это для детей и для телят и теленки для ребенка вообще с этой проблемой можно бороться можно восстановить те ферменты которые мы утратили доказанный уже на сегодняшний день доказанная польза пропионокислобактерий они содержатся в сырах которые большие круглые дырки правильной формы они есть у нас в Барнауле один институт и одну НИИ которые в жидкой форме также выпадают ну или есть вот сыр с этими дырками, то есть Маздан, Эминталлер, Лердамер, что еще организм чувствует, что мне нужны эти хорошие сыры, мне прям так и тянет к ним на самом деле лукопионы и кислобактерии их польза даже то что я говорю они помогают работать с лактозой это она в десятой части его пользы основная польза в том что они восстанавливают кишечник человека они способствуют развитию той флоры которая предотвращает развитие рака кишечника то есть там очень много пользы мы ведем, нельзя сказать, что это научная разработка но мы пытались сделать йогурты именно с пропионокислыми бактериями но пока у нас есть один единственный профессор, ну или я знаю единственного профессора госпожа Середенко, она в Угличе, в институте сыроварения когда она узнала, он говорит, ну ребят, вы пока делать невозможно, то есть она против вот, пойдемте дальше, то есть мы приняли молоко, посмотрели, у нас все хорошо, дальше куда молоко поступает мы сейчас идем с вами по процессу здесь а теперь я первый это, наверное, вот как раз в советском понимании это называется аппаратный участок это как раз мы бы заимствовали именно из-за российского сыроварения именно эту часть почему? потому что когда молоко приходит вот, проходите сюда где стоит молокомост? он стоит на своем месте вот здесь, за этой стеной, да? из-за стены по трубам заходит молоко оно проходит через счетчик молока фильтруется попадает сюда, мы здесь убираем воздух из молока, пену из молока и по этим верхним трубам оно попадает в эти две ёмкости первая ёмкость однотонна, вторая ёмкость две тонны после того, как мы его перекачали, мы понимаем, что у нас жир, белок какой есть нам необходимо его нормализовать, это называется у нас то есть мы убираем жир для этого, когда сливки остаются вот, вот эта небольшая ёмкость, там 150 литров здесь эти сливки пастеризуются под температурой перемешиваются да, подается температура в данном случае здесь сливки мы пастеризуем при температуре 85 градусов в течение 30-40 минут до появления характерного сладкого вкуса орехового послевкусия в том числе это так называемая вологодская технология когда, ну вот, вологодское масло, да? вот это бренд уже, по сути вот, после этого, то есть мы сняли сливки у нас появляется молоко нежирина этот продукт называется обрат в нашем выходит и мы его уже обратно туда в той пропорции, которая необходима мы его смешиваем и начинаем процесс пастеризации вот в этих химкостях когда процесс пастеризации прошел молоко охлаждается до 10, от 12 до 15 градусов и идет процесс созревания молока то есть температуры мы нарушили физические связи в молоке а вот созреванием мы пытаемся их восстановить обратно структуру некую, да? структуру именно молока то есть оно становится более вялое оно становится, вот, фермент хуже работает оно, ну, влаги много становится поэтому вот, что это? это на нашем, как у нас говорят, это сипмойка а вообще это мойка в замкрытом контуре чтобы легче было представить это посудомоечная машина то есть в каждой емкости вот кислота, щелочь, дезинфекция, вода подается под высоким давлением посмотрите здесь есть такая головка моющая головка, которая при 12 атмосферах она разбрызгивает на 360 градусов и вот этот цикл то есть 40 минут сначала кислота а сначала сначала вода потом щелочь потом опять вода потом кислота потом вода потом дезинфекция потом опять после использования партии молока да, да то есть это длительный процесс он может длиться до двух часов то есть это то, что мы использовали из не классического сыроварения так скажем пойдемте дальше то есть после того, как мы все это приготовили молоко созрело сепаратор сепаратор что ли? нет, это сепаратор это маслобойка маслобойка уже вот как раз заканчивается на этом русское оборудование у нас это уже сновение то есть это на 50 литров сливок из 50 литров сливок мы можем получить порядка 25 килограммов масла содержание в жире 82 и выше так, если вы поставите на паузу я вам еще раз попробую давайте